Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Узмен. Сегодня у нас 5 сентября, сегодня день рождения моих, моих любимых дам. Моя жена Алиса сегодня родилась и моя мама сегодня родилась. С днем рождения! Мам, тебе тоже с днем рождения. С днем рождения. Я знаю, что, возможно, смотришь. Вот, у нас сегодня насыщенный день. Вот это точно и карус какой-то, блин. Слушайте, здесь около дороги стоишь и ты не чувствуешь каких-то выхлопных газов. Да. Настолько здесь все следят за этим. Ну, блин, а? Ох! Короче, куда мы сегодня? Алиса, куда заказывали? Я хочу сегодня прогодиться на эти кухоники. По болтам. Болтовам. Болтам. Погнали. Пссс, ныряй. Сегодня еще, я надеюсь, у нас будут покупочки-подарочки. И вот один из покупок Алискиных этого хочет Айр Макса, да? Я, в общем-то, на розовое хотела. Я, в общем-то, на розовое хотела. Что хотела сказать? Это мой второй день рождения, который я праздную в Праге. Это тоже был в Праге? Да. Там мне только исполнялось 15 лет. Мы были с мамой вдвоем. Вот. Прикольно. На самом деле, это как-то случайно получилось. Это не то, что прям какие-то планы грандиозные были. Просто так вот вышло. Все, купили мы два билетика на Чертовка-канал, Devil's Channel Tour. В общем, мы типа по Волхавии поплывем. Да. Проплывем этот канал. Как будто по Волхавии или как там. Что там в Канале или что это такое? Чертовка-каналка. Давай отойдем. Короче, там, где мы вчера были, гуляли, где Прага-каналка. И мы немного туда заплывем. Короче, в ближайшие, в ближайшие отплывания Судина через 2 часа. 1 час 40. Да. Мы хотим успеть еще дойти и купить булочек. Булочки. Булка есть или нет? Булка нет. Пойдем прямо вообще. Пойдем по пирсу прогуляемся. Здесь пальмы. Вопрос. Если здесь растут пальмы, почему в Краснодаре до сих пор только у Интуриста, они блин, у Красной площади? Какого хера? Мы будем ругаться. Мы будем ругаться вообще. Нет, здесь вообще прикольно. Здесь какие-то еще такие деревья, которых даже я в Сочи не видела. То есть они какие-то... Ну, есть свои. Они прикольные, короче. Но в основном все равно зелень, конечно, она уже... Ну, это не считай, это парк Летно. Я к тому, что после Краснодарского края ты уже зеленью сильно не удивляешься. Ну, и на самом деле все равно не так много. По сравнению с Краснодарами... Разновидностей не так много, как в Краснодарском крае. Да, по сравнению с Краснодаром ее здесь вообще нет. Потому что... Ну, в центрах, да. Да, это такой, как... Городской прям. Люди... Прям городской-городской. Да, сейчас, короче, дедуля гулял у собак, который вот был лабрадорчик старенький такой. Да. И по бетону, блин, везде он вышел на какую-то лужайку, отпустил туда собаку. Он так улыбался, когда мы снимали его собаку и улыбались. Алиса еще потрогала. Да, да, да. И он такой... Ааааа! И все зубы, как младенца просто. Может быть, у них тут есть какая-нибудь страховка, и по страховке делают. Может быть, он, знаешь, чего, сладкое не ел, булочек не ел в детстве. И орбут жевал без сахара. Прогулка стоит 350 крон на человека. Это именно эта прогулка, 50-минутная, но она с заходом в канал. Без канала, часовая, будет стоить 290, если здесь. Если вы будете покупать через интернет-магазин, то получите скидку, там 250. Там написано 10% скидка, но на самом деле как-то получается чуть больше, да. А еще, кстати, мы хотели сказать, что... Вообще, получается, что ты, короче, с доллара меняешь. На кроны. Что ты с русских рублей меняешь на кроны. Одно и то же вообще. Ну, вот в данный момент одно и то. То есть можно было приехать с рублями, поменять рублей здесь спокойно. Не делать вот эту вот... Здесь есть Сбербанк, можно с Сбербанка снять деньги. Можно, наверное, да? Да. Можно, да, прям с банкомата. Можно вообще кроны с банкомата вытащить, но по Сбербанковскому курсу. Но мы не знаем, да, какой курс. Как он считает все-таки? Он будет их переводом через доллар считать? Или он напрямую курс имеет рубли и чешские кроны? Ну да. У нас есть время теперь просто ожидать наше судно. Ну, можно прийти на втором причал? Ну, минут через тридцать, наверное. Какие-то девяносто фронт? Ну, по-моему, да. Подходим, у нас вовремя, вовремя зарулили. Ну, слушай, он как он внимательный, он так быстро привеляет. Вообще, да. Ну, не на нем. Да не на тебе. Вот на каком. Вот, да. Но он сейчас подойдет там, как у нас подойдет. Да. Смешной. Он забавный вообще. Ну, только... Ну, я надеюсь, что в нем... Надеюсь, да, в нем свежо. Это все эти солнечные батареи, смотри, подключены. Вон там, вон там, вон там. И... Ну, правильно, в канал. Как мы еще? Конечно. Конечно. Да и клево. Слушай, мало народу будет. Прикольные. Ты одному кинул, да, хоть еще кому-нибудь? Воспаленный лету хотел поймать. Есть такая инфа, что, походу, мы поплыем вот на этом, а не на вот этом. А это еще лучше, потому что этот открытый, а тот закрытый. Это же круто. Пойдем. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Не-не-не, не остается. Привет. 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 Спасибо. И... Пока. Мы уже внутри. Да. Все сидим по кругу. Ну, мы пока стояли, у меня так сильно не было. Кругу... Кругу большой интернациональной семьи. Я дома, мои. Погода, мои. Романоман. Кругуя. Наугад, кто постиг печаль и отбил тоски, Больше не горит, тает укрепит. Смелей, крепче вяжи, Смелей, брось на весы, Смелей, что ж ты, где крутись или крутись? Кто-то получил острую стрелу навсегда забыть, Но идет восьмую, был как вбитый квир, И боялся ночь после сотен сил, Он услышит дождь. Смелей, крепче вяжи, Смелей, крепче вяжи, Смелей. Ну вот итальянцы и в Непале вообще Их спросили, кто знает алминский. Они сказали, нет? Единственное, единственное. Мы идем отмечать Алиский день рождения вкусняшечками, десертами с чаем или с кофе. Тортик. Посмотрим, да. Тортик, тортик. И вот уже подходим к... Торцующему дону? Да. Вот такое здание. Но мы не знаем, когда оно было построено. Да? Одно из стакетных новых. Одно из новых, но не самое прям, конечно, оно какое-то... Не самое впечатляющее, на самом деле. Вот это, которое больше впечатляет. Согласен, согласен. Это вообще просто... Да и вот то. А вон там с кирпичом, как тебе? Да, да. Красота. В каком-нибудь детстве были такие? Да, да, да. У меня в детстве были... Я еще в школу не ходила. У меня зеленые какие-то ш... 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 Мультяшные штуки были. Разные, разные. Ну, да, разные. То есть будет вот такая морня. Блин, это из нашего детства. Прикол. Мы просто зашли купить изоленту, потому что у меня переломался провод на макбуке. Будем заклеивать. Ладно, все. Гоу. А вообще мы уже в доме, где должен быть этот рестик. Мамо, мамо. Мамо, мамо. То есть мы здесь не тянем. Я думала, да. Я думала, что как-то не так. Ну, пошли и долго шли. Да. И пришли. Мы жестко, жестко разочаровались. Да. О, это 1907 дом по счету. Здесь прикол в том, что есть синие таблички. Синие это нумерация. Ну, чисто типа почтовая, грубо говоря, регистрационный номер. Улица. Да. А красный это 1907 дом по счету был построен. То есть, ну, порядковый номер дома. Просто в основном здесь трехзначные цифры. Но вот здесь уже более новая получается. Я думал, новые они как бы не нумеруют уже так. Ну, типа только старые что-то там. Ну, ну, совсем новые так-то. Вон, напротив, тоже 1910. Да. Мы просто когда ходили по Пражскому граду, там были. Второй дом, например. Да-да-да. Просто второй дом. Короче, я предлагаю идти в это. Идем обратно, да. Мы, короче, прошли просто два с половиной километра. Просто так. Я предлагаю не идти по набережной, а идти уже тут где-то в тенечке. Мы именно тут плавим хат пойдем? Конечно. В какой еще? Можно другой какой-то. Мне кажется, в тот. Тут клевый, большой и там клево. Все. До связи. Выбрал, был план ехать на метро. Все равно прокатиться хотим на метро. Конечно, конечно. Там стоматология. О, а вдруг там гинекология. Или проктологи сидят сейчас. Столько жоп вам снял. Сам-то ничего не увидел, что снимаю. Короче, идем садимся на станцию. Доезжаем. Чтобы сейчас не перейти опять там три километра. Нет, обратно где-то километр или полтора, наверное. Почему? По диагонали позже как-то тут срезать можно? Да. Да. Ну ладно, короче, все. Самому хочется проехаться. Да. Посмотреть на станцию. Знаете, здесь мы уже тысячу раз говорили, что здесь так много собак. И просто я сейчас шла и вспомнила, как мы вчера видели собаку в коляске. О, да. Семья. Муж с женой. У них собака на привязи. И одна собака в коляске. Ребенка нету. В коляске собака. И видно, что там место такое. Ну, то есть это не типа ребенка, они кому-то там отдали и поставили собаку. Да, вот прям подушечка такая для собаки. Да, просто у них такая семья. Ну, может быть, собачка старенькая, хотя бы не было видно. Да. А вот вам по поводу собачек. Ребят, это бесплатно все. Бесплатные пакетики. Бесплатно можешь взять, бесплатно убрать говно за своей собакой. Бесплатно выбросить. Ну, прекрасно же. Да. У нас такое чувство, реально, нужно прогуглить этот момент. По-моему, тут реально должен быть какой-то налог на собак. Или что-то ты должен платить, потому что вот... Их очень много, потому что. Да. И такое еще обслуживание. Ну, типа, ты вот там бесплатно можешь пакет реально взять. Не просто какой-то полиэтилен. У нас в магазине, блин, в магните платно дают за свои рекламы, что вообще это огорчает. Да. Ты им делаешь рекламу еще и за свои деньги. Тупизм. Вот. И сейчас он еще должен одну крону выдать и выдать билетик. Они такие новенькие здесь вообще. О, да. А билетики? А билетики такие же, как вот в автобусе, единые. Они на трамвай, на все, короче, единые. Все, пойдемте спускаться на билет. Пробили время. Ууу. 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 Он, он очень быстрый. Очень быстрый. Ууу. 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 станция florence получите они все практически практически все одинаковые прикольно что турникетов нету то есть можно вообще зайцем кататься за здрасте пока не поймают зато если поймают мало не покажется с днем рождения у нас сейчас будет перекус а вообще вот такие вот тортики тирамису у меня какой-то пражский похож кстати между прочим помнишь такой какой-то нет ну хера знает короче будем сейчас точить все это дело и смотреть вот сюда и все тортики вообще такие офигенные что пипец очень сильно наелись и это круто то есть мы уже все и я думаю мы поужинали прям до перекус какой-то может быть сделать и перри перепой я даже сказал члене да сейчас идем в зару идем поломбир то есть у нас еще 40 минут до закрытия да но если чем мы все покупки переносим на там завтра послезавтра и всякое такое у нас тут есть план покупки да все эти знаки просто смотри в разные стороны бедным не станет выбором в заре конечно чем в русской заре я не знаю миллион раз наверное больше чем у нас два женских этажа плюс еще какой-то полуэтаж там пипец запросы ладно короче у нас еще есть еще другие магазины куда мы еще другой город а еще другая страна сказал короче идем посидеть день мы короче решили посидеть немножко в пивнушечки алиса пьет сидр знаете на вкус как кока-кола не сладкая она еще со льдом очень-очень вкусная на вкус как из роза футер кока-кольный я понял понял да 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 я короче пробовал пилснер в кружке потому что решили сравнить с бутылочным бутылочным проблю уже козил пилснер полтора год ничего не пили мы ждали всех блин я забыл какое какие-то еще популярные брали я вообще ничего не шарю и ничего особо не пробовали короче пилснер но по-любому в кружку он намного прикладен он очень не горький и у него пена конечно из бутылки такой пены ну теперь наверно точно мы в праге в чехии сделали все что нужно что все что должен сделать турист попробовали его попробовали сайдер как меня официантка поправила и как меню читаю на сидр а потом пришел другой официант он такой по-русски вообще давай базаре да вы просто говорите такой вам там заказ приняли хорошо вот короче вот и увидели все самые главные достопримечательности ну а у нас еще впереди куча дней поэтому будем шариться еще когда у меня папа работал на нефтезаводе он приносил вот такие вот батарейки когда он работал в снабжении варта с детства помню вот были всегда вот эти вот золотистые больше их в россии никогда не видел лет десять их не видел да еще молоко за вредность давали но это уже никогда не в снабжении смотрите идем домой а тут такое творится такое творится столпотворение а сверху человеке танцуют прямо в витрине но прикольно у них там по ходу какая-то галерея картины люди ходят смотрят и тот же такой performance а снизу он не вижу контр-контрабасиста на контрабасе играть да 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 то есть ну там прям картины картины но это все но это европа чего тетка голый там походу он там где-то вообще прикольно да между прочим здание 764 но вот а и не скажешь ни за что да все мы на сегодня нагулялись держим путь домой не знаем вообще чего будем мы снимать еще сегодня или не будем пойдем либо куда-то у нас наши ноги уже идут на автомате на автопилоте потому что мы устали мы правда очень много прошли за последние дни сегодня третий день полный или уже четвертый я уже даже сбился минут а сегодня вторник третий полный день то есть четвертый день мы в праге а мы уже нам короче нужно идти теперь вот куда-то туда туда куда-то там где-то гулять туда куда-то гулять ну там мы были вот вон там мы были они вон там до коня с огни или цвете уже без 15 я чё правда без нас сидели они ведь правильно шли до этого да обалдеть 15 9 мы просто здесь вообще практически не снимали на фоне этой кружки в самом начале то объяснялись вообще практически сюда не заходим вот в эту область в эту зону там только вот лежит чемодан в барахлишком здесь прикольная как будто вообще в бане в какой-то нахожусь в сауне вот так вот короче ребят чтобы вы знали вышла новая серия третьего сезона наркос мы скачали сейчас будем смотреть а еще мы потеряны сериал под названием сноу фау это типа снегопад да не нет снегопада не говорит это я ошибся снегопада снегопад от кубика в кубе с нецензурной бранью очень классный сериал он прям реально как будто наркос реально наркос только совсем другой стороны про других ребят и вообще мне иногда кажется да мне иногда кажется что это взято вот вот этот главный герой из снегопада если кто смотрит вот этот чернокожий чувачок он взят из gta 5 такое чувство потому что по моему даже также зовут он тоже там на байке катается в зеленый ну ладно окей посмотрим на самом деле все это большое совпадение кстати изоленту сегодня купленную я уже намотал на провод так что вот вот смотрите как аккуратненько теперь но паршивая на самом деле они делают клёвые вещи но вот провода на зарядках у всех по-моему ломается у меня уже в двух местах сломалась у меня тоже перетянуто все изолента да ну первый раз мне понравилось потому что это я лампу поставила на провод помнишь да жесткую тяжелую лампу все ребята увидимся с вами завтра подписывайтесь на канал пишите свои комментарии я надеюсь что завтра для вас будет сюрприз для нас не сюрприз а приятная встреча для вас ну может не завтра я надеюсь что завтра все покеда